Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я вместе с вами буду тестировать новинки косметики от Rimmel. По ходу этого всего макияжа я поделюсь с вами секретиками, которые я узнала на платных курсах для визажистов от Коупка The Cat. Как работает праймер, как замаскировать синячки под глазами и правильно подобрать цвет консилера, куда наносить фиксирующую пудру и много чего интересного. Ну что, давайте начнем с моего голого лица и конечно же праймера. Называется он Fix and Perfect. Буду я наносить его пальчиками. Что он делает? Как и любой силикон заполняет неровности. Это могут быть какие-то ямки от прыщиков, маленькие заломы на коже, в том числе морщинки, следы и шрамики от акне, ямки и точечки, которые образуют поры и так далее. Силикон затекает во все эти неровности, как бы выравнивая и слегка зашлифовывая текстуру. Конечно, это не уходовый крем. Праймеры очень легко могут забивать поры и провоцировать появление воспалений и прыщиков. Сейчас я нанесла праймер только на Т-зону, там где у меня сконцентрировано огромное количество прям этих пор кратеров. Каких-то явных улучшений кожи и ее текстуры я, конечно, не вижу. Но все мы это сможем заметить только после нанесения тона. Но перед этим я хотела бы нанести консилер. Я знаю, что сейчас звучит очень странно, но на курсах макияжа Вика говорила, что консилер, который мы наносим под глаза для того, чтобы замаскировать синячки, должен быть не светлее вашего тона. Я знаю, сейчас информация очень странная, я сама ее очень долго переваливала, но тут уже действует принцип цветокорректы. Помните, в предыдущем видео я об этом говорила, да? Вот это вот накладывание цвета, нейтрализация и так далее. Так вот, все мы знаем по цветовому кругу, что фиолетовый цвет, этот цвет наших синячков, да, находится напротив желто-оранжевого. А это значит, только этим цветом мы будем маскировать круги под глазами. Поэтому в фирме Rimmel я нашла вот такой вот консилер в оттенке номер 200. Посмотрите, какой он темный, но называется он Light. Это серия Lasting Finish Breezeable Concealer. Посмотрите, насколько он дышащий. У нас на кончике есть вот такой вот спонж, странный для нанесения, я тут его уже выдавливала, промпала. Наношу я его по краю своего синячка, вот таким образом. Причем делаю я это поочередно. Не сразу сюда нафигачила и давай, значит. Потому что консилер, как и любое томирующее средство, может окисляться и застывать. Поэтому сначала один класс оформляем, потом второй. Растушевываю я его пальчиками, как будто оттягивая вниз. При этом стараюсь не заходить продуктом в вот эти вот две складочки, которые у меня под глазом. Иначе он там скатается просто. И даже если я его уберу и зафиксирую, все равно он будет там. Что касается самого продукта. Хотя он в такой и жидкой форме, но имеет свойство очень быстро застывать. Поэтому сразу же старайтесь его растушевывать. Иначе ляжет куском и пересушит вам кожу под глазами. В целом эффект, я думаю, очень даже заметен. Не ощущающийся его на коже, мне абсолютно комфортно. И вот только теперь мы будем переходить к вам и к тому. На стенде Rimmel я не нашла ничего интересного. Поэтому возьму свой старый тон Match Perfection. Оттенок у меня 103. Посмотрим, как он будет работать со своим праймером. Я тоже буду, наверное, все делать с пальцами. Знаете, насколько лучше спала кожа? Она немножечко как будто заблюренная, размытая такая. Но текстура все-таки еще проглядывается. То есть нет ощущения того, что у вас пластиковая такая идеально ровная кожа. Итак, давайте перейдем к бровям. Честно скажу, я особо их не оформляю в последнее время. Мне нравятся, как они в своем первобытном виде выглядят. Во всяком случае, в реальной жизни. Укладываю их только прозрачным делем. Но для съемки этого обычно недостаточно, потому что свет кидает интенсивно. И кажется, что половины брови моей нет. Поэтому я возьму кисточку с остатками теней и прорисую хвостик только от середины брови. Теперь я беру свой гель для бровей. Он у меня, конечно же, от Rimmel. Вот такой вот прозрачный. Не первый раз я его покупаю. Вот он, пустышка такая же. Очень удобная такая подвижная щеточка. Ее легко контролировать. Сам продутие видно и ощущается. Делает брови слегка матовыми. Мне это очень даже нравится. Я думаю, вас уже раздражает мой чрезмерный блеск лица. Поэтому будем перейдеть к следующему продукту. А это у нас вот такая вот новенькая пудра от Rimmel. Которая называется Insta. Fix and Matte. Это транспарентная белая прозрачная пудра. Я до сих пор не знаю, почему большинство визажистов говорит транспарентная. Вот так вот она выглядит. Это спрессованный продукт. Посмотрите, она просто вот это вот тиснение в виде хэштега. Это мега круто. Молодцы, Rimmel. Я все-таки думала, что у них более такая матка старого классического образца. Но нет, чуваки пытаются быть на волне инноваций. Поэтому решили заинтересовать нашу молодежь. Возьму пушистую кисточку и лишь немножечко вмакну ее в продукт. Много не берите, иначе забьется в поры. Я уже пробовала. Матовая красивая кожа у меня получается. Главное не переборщить. Иначе вы себе подчеркнете поры и сделаете с них кратеры. И вот такая вот кожа у меня получается. Со всеми браймерами, консилерами, тоном и пудрой от Rimmel. И самое время переходить к последнему продукту от Rimmel. Это их румяна, которая называется Lassing Finish Stork Color Blush. В общем, не важно. Оттенок называется 120 Pink Rose. Цвет такой слегка пыльный. Чайные розы. Он у нас идет с легким хайлайтом. То есть с маленькими пияющими частичками. Пользуюсь этим продуктом каждый день. И прям приносит крат. Поустам мой цвет кожи бледный. Салом, покупками я довольна. Напишите в комментариях, пробовали ли вы какую-то косметику фирмы Rimmel. И понравилась ли вам она. Вам огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Я еще не подписываюсь. А я на сексуру. И пока.